Универ Ньюс приветствует каждого, кто готов открыть для себя подробности самых интересных студенческих событий. С ними вас познакомлю я, Диана Шилова, сегодня в выпуске. Новые планы грандиозные. Откроется ли в КФУ фармакологический центр? Не забывайте, коррупция наказуема, строгих мер не избежать. Просто космос-школа Space Science уже готовится к первым занятиям. Мы начинаем выпуск новостей с радостной новостью. Во второй половине мая в Италии на территории госпиталя Санта-Мартины и университета Генуи открылась 51-я ежегодная международная конференция Европейского общественного клинических исследований, где работа делегаций молодых исследователей КФУ признана лучшей в номинации «Фундаментальные и клинические исследования». Европейским научным обществом конференции было выделено две субсидии. Ассистенту кафедры морфологии и общепатологии Альгуль Шафигулиной и магистру кафедры биохимии Елены Валеевой. О громких победах и новейших исследованиях ученых-победителей и их коллег смотри в наших следующих выпусках. Казанский федеральный смог объединить усилия специалистов фармакологической индустрии. Какие перспективы развития рассмотрели делегаты, узнаем далее. 31 мая Казанский университет посетили директор российского представительства «Русанфарма» и директор научно-исследовательского института общественного здоровья имени Николая Семашко. На встрече с ректором Казанского университета представители фармацевтической индустрии сделали акцент на разрешении государственной службы по лекарственным средствам Великобритании и комиссии по контролю за оборотом лекарственных средств Южно-Африканской республики, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения. Делегаты рассмотрели детали возможности открытия нового подразделения по производству фармацевтических средств в России, рассматривая Казанский федеральный университет как из возможных потенциальных вариантов. Планируется, что на базе Казанского федерального откроется новый научно-исследовательский центр, где в тестовом режиме будут выпускаться лекарственные формы для контрактного производства. Ильшат Гафуров выступил с инициативой определить степени между работой университета и производственной деятельностью. Потому что мы бы хотели, чтобы, во-первых, нашли возможность, проехали, посмотрели. Все-таки тезис российский. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Никто не отменял. Вплоть до того, территорию опытного производства нашего на территории этот химфан препаратов. Также глава вуза обозначил, что Казанский федеральный готов к новому плодотворному сотрудничеству. И теперь зарубежным коллегам предстоит посетить ведущие лаборатории вуза и определить для себя новые перспективы совместной работы со старейшим вузом России. Коррупция в современной России является одной из серьезных проблем страны. Какие же меры нужно предпринимать, чтобы бороться с такой несправедливостью и незаконностью? Это и не только обсудили на пленарном заседании с участием президента республики Рустама Миниханова. Татарстан является одним из флагманов антикоррупционного движения в России. И 31 мая в Казани стартовала работа Международной научно-практической конференции «Формирование антикоррупционных стандартов и их реализация». Вирусом коррупции сегодня заражена не только система властных структур, но и бизнес, в том числе и крупные, которые находятся под патронажем государства. Необходимы радикальные меры в виде жестких стандартов, которые включают в себя как уголовно-процессуальные, так и административные методы. Участниками конференции стали представители администрации президента Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, государственных органов, субъектов страны, ведущие ученые и многие другие. Кроме того, в пленарном заседании принял участие ректор КФУ Эльшат Гафуров. Конференция подводит некоторый промежуточный итог работы, активно развернутый в Татарстане с 2005 года. Важную роль в научном сопровождении и экспертизе этого процесса играют ученые Казанского университета, в частности сотрудники юридического факультета КФУ. При этом необходимо понимать, что коррупция – это не только взятки, но и все другие действия, дающие несправедливые преимущества или ухудшающие положение отдельных групп граждан. Реализация антикоррупционной политики республики сделана на электронной технологии, в частности информационную систему «Открытый Татарстан». Разумеется, все понимают, искоренить полностью проблему коррупции невозможно. Это не удалось еще никому в мире. Однако можно не допускать конфликта интересов. И это как раз в силах законодательных органов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Первая в России экспериментальная труба горения для добычи нефти была собрана руками ученых Казанского федерального университета. Каким образом данная разработка способна увеличить качество добычи нефти, узнала наша съемочная группа. Уже больше года ученые Казанского федерального университета усердно продолжают сборку экспериментальных труб горения для апробации авторских методов добычи нефти. Данная установка позволит успешно провести испытания на реальных скважинах и других естественных материалах месторождения нефти, а также позволит увидеть, как будет выглядеть сам процесс добычи черного золота. Труба горения предназначена для того, чтобы проводить исследование на керновом материале, то есть реальный материал с месторождения, где мы имитируем процесс добычи нефти. Воспроизводим этот процесс и меряем все необходимые нам характеристики, которые в дальнейшем учитываются при разработке или закладываются в геологии гидродинамической модели. Здесь мы можем моделировать такие процессы, как внутрипластовое горение и парагравитационный дренаж. Особенность установки как раз в том, что она, во-первых, соединяет вот эти два процесса и имеет возможность моделировать как одно, так и другое, плюс она имеет очень широкий диапазон по температуре до 500 градусов по Цельсию и по давлению до 200 атмосфер практически может. В процессе создания данного оборудования ученые Института геологии и нефтегазовых технологий сотрудничали с учеными Института химии имени Бутлерова и организовывали с ними совместные эксперименты. В течение работы специалисты КФУ смогли убедиться в эффективности работ новых катализаторов и полимеров, которые способны увеличить качество добычи нефти. Кстати, каждая деталь данной установки разработана научными сотрудниками КФУ. Немало важно даже и то, что аналогов в России она еще не имеет. И действительно, если в дальнейшем все у нас успешно пойдет, есть такой вариант, что мы будем масштабировать данную разработку, поскольку на этой разработке мы сможем испытывать технологии повышения нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов нефти. Это очень актуально для многих стран. Каждая деталь первой российской трубы горения была создана по схемам и макетам университетских ученых в разных уголках России. Завершение столь амбициозной, масштабной и многообещающей работы ученых Казанского федерального, которая продолжалась больше года, планируется к концу этого месяца. Аделья Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Твори выдумовые пробы для школьников и студентов интересующейся астрономией с 28 по 30 августа пройдет школа под названием Space Science. Едва ли не единственная возможность встретиться с авторитетными учеными, узнать о последних достижениях астрономической науки и пообщаться с такими же увлеченными людьми, как они сами. В Казанском федеральном университете состоится четвертая молодежная школа Space Science. Школа конференции соберет школьников, студентов, аспирантов, а также учителей астрономии из России и стран СНГ. Участникам школы прочитают лекции известные ученые и специалисты в области астрономии и космических исследований. Приметом обсуждения станет возвращение астрономии в школьную программу с 1 сентября 2017 года. Мы пообщались с одним из организаторов мероприятия Алмазом Галиевым. Тематика школы в основном посвящена современным исследованиям в области астрономии. Я думаю, что в основном это будет касаться исследований звезд, галактик, изучения нашей Вселенной. Вот эти темы в основном будут рассматриваться. Приедут достаточно известные крупные ученые, тоже из Москвы, из специальной стратегической обсерватории наши коллеги будут, также из Петербурга. Ну и, естественно, наши казанские астрономы тоже выступят с докладами, расскажут о основных успехах нашего университета, какие у нас есть достижения. Тематика молодежной школы посвящена космическим исследованиям Луны и планет, развитию космических технологий в современной астрономии, а также образовательной деятельности ведущих планетариев России. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Это были все новости на сегодня. Еще больше интересных студенческих событий смотри в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин